МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сомнительная работа. Президент страны Касмжо Мартукаев может отправить в отставку правительство. Невосполнимая утрата. Заместители Акима Алматинской области, Сириджамбийский импиров и главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов скончались от пневмонии. Твори добро. Благодарительный фонд Харикет подарил 16-й дом в Алматинской области. Президент Казахстана поставил под сомнение эффективность работы членов правительства. Если после двух недель строгого карантина эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, то возможность работы правительства в нынешнем составе будет под вопросом, заявил Касмжо Мартукаев на расширенном заседании в режиме видеоконференц-связи. Мы должны повернуть экономику лицом к народу. Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства Акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас зачастую бывает весьма трудно. Я скажу откровенно, во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки, мол, наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов служить и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Так в ходе выступления глава государства раскритиковал работу Акимов и министров по увеличению доли местного содержания. Нет единой системы планирования, отчетности и учета. Жесткая ответственность госорганов и гемпотрядчиков, по сути дела, тоже отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется для галочки, отметил Космжо Мартукаев. Для улучшения экономической составляющей президент поручил правительству и Назбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отрасли и населения на случай ухудшения ситуации. Мы находимся в бюджетном цикле. Есть возможность определить финансовые приоритеты. Главное – это экономика и занятость. Я поручаю правительству и Назбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время государственная поддержка должна быть направлена на получение максимального эффекта. Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса, в первую очередь в части сохранения занятости и заработной платы. Правительству и Атамикен поручаются в течение двух месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса. Поддержка отечественных производителей является ключевым элементом антикризисных действий государства. В каждом регионе данный вопрос должен быть персонально закреплен за заместителем Акима. Напомним, в скором времени президент выступит с посланием народу Казахстана. Илья Манрайбеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Двухдневный локдаун объявлен в Алматинской области. 11 и 12 июля будет приостановлена деятельность общественного транспорта. Закроют все предприятия, продовольственные и непродовольственные базары, кроме продуктовых магазинов и аптек. Однако разрешается вести строительные работы на открытом воздухе с условием усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Не коснулись ограничений медицинских и ветеринарных служб. Продолжат в привычном режиме работу и автозаправочные станции, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты ритуальных услуг. Данное мероприятие позволит уменьшить количество распространения коронавирусной инфекции. Если будет выявлено нарушение данных норм, то юридическим и физическим лицам будут проименны буквы закона, согласно которым минимальный штраф составляет 83 тысяч линги. Поэтому призываем жителей области максимально сохранять карантинные нормы. На 61-м году ушел из жизни заместитель Акима Алматинской области, Сережан Ислямович Бескимпиров. Причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония. Последние 20 лет он работал на государственной службе и внес большой вклад в развитие региона. Мудрый политик, уважаемый сын своего народа, любящий отец и дедушка. Именно таким останется в памяти Серегжан Бескимпиров. За свою 60-летнюю жизнь он сделал многое на благо своего народа. В разные годы возглавлял Каратальские, Панфиловские районы и город Текили. Признанием заслуг и таланта руководителя стал его последний пост. Заместитель Акима Алматинской области. Думает обо всем, обо всех, переживает у него в мыслях всегда. Только как бы сделать людям хорошее, добро, чтобы наши люди жили хорошо. И не только по своей работе, но и вообще по чисто человеческим качествам я его очень ценю, люблю. Когда человек реально работает, и те достижения, которые мы на сегодняшний день в агропромышленном комплексе достигли, огромную долю работы, делал Сережан Слямыч со своей командой. Особенно то, что поручение Ельбаса по сахарной свекле. Это не так просто возродить рухнувшие вот это отрасль, свою личную благодарность объявлять. Поэтому я очень рад. Сегодня хорошее событие. Эти кадры были сняты в январе текущего года. Аким области вручает Сережану Бескемпирову личную благодарность главы государства за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса. С 2012 года он начал курировать сферу сельского хозяйства области. И это было правильным решением. Об этом говорят специалисты. Второе рождение получило свекловодство, кукурузоводство и картофелеводство. И спустя долгие годы область вернула себе былую славу главного сельхозрегиона страны. Сейчас 17% волового продукта в АПК страны дает Алматинская область. Значительно возрос уровень переработки сельскохозяйственной продукции. Это привлекает дополнительные инвестиции и создает дополнительные рабочие места для жителей области. Мы в течение пяти лет в 10 раз увеличили посевные площади сахарной цветы. В этом году еще на 3000 увеличиваем. Несмотря на плотный график, он всегда находил время для семьи. Супругой Айбаршин вырастили двоих сыновей. От них четверо внуков. Всем дали достойное воспитание. Серегжан Ислямович учил их быть честными. В первую очередь самими собой. Оставаться преданными дружбе и помогать нуждающимся. Таким был и сам Серегжан Бескимпиров. Человек-слово. Именно так отзываются как коллеги, так и близкие. В архиве нашего телеканала сохранилось интервью его сына, которое он давал на 60-летний юбилей отца. Самое главное качество, которое он всегда прививал, это первое мужское слово. Сказал мужчина, должен сделать. А если ты не уверен, что ты можешь сделать, то лучше не обещай, не говори. Честность, порядочность по отношению не только к своим близким, ко всем абсолютно. Это младший, старший, сосед, коллега, просто знакомый. Со всеми абсолютно честно, открыто. Можем говорить бесконечно много в этом человеке. Наш отец, для кого-то сын, брат, друг, дядя. Но в целом он пример для всех нас. Люди спешат выразить соболезнования родным и близким. Утренняя лента новостей в эфирах телеканалов и социальных сетей переполнена публикациями и воспоминаниями об этом светлом человеке. Впереди у него было много планов, он не собирался прощаться и смотрел в будущее с оптимизмом. Уже в следующем месяце он должен был баллотироваться в депутаты Сената парламента. Но, к большому сожалению, судьба распорядилась иначе. В памяти каждого Серегжан Бескимперов останется решительным, уважаемым и настоящим патриотом своей страны. Светлая память человеку с большой буквы. Сегодняшний день дополнился еще одной печальной новостью. Ушел из жизни главный государственный санитарный врач Алматинской области Хайрат Баймухамбетов. Он запомнится человеком, который стоял на страже здоровья жителей края ЖТСУ и сам находился на переднем краю борьбы с различными инфекциями. Баймухамбетов Хайрат Кожиманович родился в 1964 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет. С самого начала карьеры Хайрат Кожиманович в рядах сотрудников СЭС стоял на страже здоровья граждан и посвятил этой профессии всю свою жизнь. Должность главврача Алматинской области он занял в прошлом году. На меня возложена большая ответственность, весь накопленный опыт и знания буду использовать в охране здоровья и улучшении качества жизни населения Алматинской области. Тогда еще никто не знал, насколько большая ответственность легла на его плечи. Уже через год после этой записи Карагандинский в силу своей должности вместе с врачами боролся с опасным вирусом в очагах массового распространения. Он призывал всех соблюдать меры предосторожности, однако невидимый враг настиг его неожиданно и быстро. За свою семью переживаете? Да, конечно, переживаю. Прежде чем прийти домой, прохожу через дезбарьеры, это тряпочки смочены дезраствором, вытираю обувь, обработку руки провожу и сразу принимаю душу. У Кайрата Баймухамбетова осталась жена и трое детей. Он выполнил клятву Гиппократа и, как врач, погиб на передовой в борьбе с пандемией коронавируса и другими опасными инфекциями. Подари жизнь! Кислородные концентраторы для заболевших пневмонией талдыкурганцев хотят приобрести предприниматели бизнес-сообщества Active Business Community. Для этого они организовали сбор денежных средств. По официальным данным на сегодняшний день в Алматинской области, число заболевших коронавирусом составляет 2939 человек. Ситуация с распространением COVID-19 непростая. Большая часть осложнений и смертности пациентов связаны с недосадком кислорода в крови. Концентратор кислорода помогает выжить пациентам с низкой сатурацией. Насыщенная кровь насыщает кровь кислородом. К тому же он в десятки раз дешевле аппарата ИВЛ, и его можно использовать до поступления больного в реанимацию, не дожидаясь критического состояния. Предприниматели бизнес-сообщества Active Business Community призывают всех неравнодушных людей принять участие в акции и отправлять денежные средства на счет, которые видите на экране. Объединив усилия, мы можем спасти сотни жизней. Когда каждый день слышишь и видишь, как погибают люди, здоровые люди, молодые люди уже, мы решили организовать вот такой сбор, чтобы каждый житель региона, хотя бы нашего, помог ближнему своему. Мы хотим охватить, конечно, все медучреждения, все больницы, которые задействованы сейчас в нашем регионе. Это все больницы Сталлы-Курганы, инфекционные больницы. Это ближнемуся, ближайшие районы. Максимально сколько сможешь, сколько будем охватывать. Мир не без добрых людей. В Алматинской области благодаря фонду Харакет очередная нуждающаяся семья обрела крышу над головой. Семья Гемодиевых стала 16-й в регионе, кому благотворительная организация подарила дом. Радость вместе с новосилами разделил и наш корреспондент. Этот день семья Гемодиевых запомнит на всю жизнь. После долгих скитаний по съемным квартирам и времянкам, 8 человек обрели собственное жилье. Исполнить заветную мечту нуждающимся помог фонд Харикет. Увидев, в каком бедственном положении находится семья, представители благотворительной организации решили помочь. Благодаря народным пожертвованиям Гемодиевы стали обладателями просторного пятикомнатного дома в селе Бахтбай. Спасибо народу. Благодарю всех людей, кто внес свою лепту, чтобы у нас был собственный дом. Спасибо фонду Харикет за оказанную помощь. Собственными силами мы бы не смогли купить жилье, так как у меня мама прикована к постели. Я смотрю за ней. Имеющийся доход уходит на лекарства, еду и одежду. Никаких излишков. Желаю, чтобы каждая казахстанская семья, которая нуждается в жилье, обрела собственные квадратные метры. Пусть в нашей стране все и у всех будет хорошо. Больше всего новоиспеченным новоселам понравилось расположение дома. Неподалеку от него находится школа и стадион. Помимо жилья у них теперь есть собственный огород и сад. Сильнее всех этому рада хозяйка дома Асия. Всего за время своей деятельности фонд Харикет обеспечил собственной крышей над головой 16 семей региона. Около 15 семей, которые в нашем списке, в которые мы сами сходили. Мы этих нуждающих семей находим именно из списков акиматов. Просим из мечети, просим. Смотрим, проверяем документы на наличие, если зарегистрировали у них жилье или нет, недвижимость. И потом мы снимаем видео и отправляем в Алма-Ату, именно в головной офис, там вот рассматривать и они определяют. Свою деятельность республиканский фонд Харикет ведет уже более двух лет. За это время, благодаря им, собственную крышу над головой обрели 244 казахстанских семей. Ануар Амангельдинов, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖИТСУ. Продолжаем выпуск. Безопасность прежде всего. Специалисты чрезвычайных служб рекомендуют устанавливать блокираторы на окна. Так, в качестве помощи сотрудники отдела ЧАЭС Алакольского района установили многодетные семьи Телегеновых замки-блокираторы. Меры востребованные, так как есть риск выпадения детей из оконных проемов. Особенно во время отсутствия взрослых, что в свою очередь может привести к увече или даже к летальному исходу. К слову, в Алакольском районе нет случаев выпадения детей из окон. Спасибо сотрудникам за установку блокиратора. Мы с мужем воспитываем пятерых детей. Много времени проводим на работе. Поэтому излишние меры безопасности не помешают. Думаю, всем нужно установить подобные блокираторы, чтобы уберечься от плачевных случаев. В Бурятии, вокруг села Шулута, закрытого на карантин из-за пандемии коронавируса, выкопали тройной ров. Таким образом, местные власти попытались предотвратить распространение заболевания и помешать назойливым туристам и автолюбителям просочиться в населенный пункт, где находится национальный парк. Подробнее об этом не только в обзоре международных событий. Вспышка коронавируса в селе Шулуты началась в конце июня после проведения традиционного массового шаманского обряда. По последним данным, в населенном пункте, где проживает около 400 человек, выявлено свыше 40 случаев заражения коронавирусом. Попасть в Шулуту теперь можно через единственный КПП, где круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Въезд разрешен только медицинским работникам и поставщикам продовольствия и медикаментов. По данным администрации района, путь на свободу сельчанам откроют только тогда, когда все заразившиеся полностью поправятся. Более тысячи пожарных и спасателей и 200 единиц техники участвуют в ликвидации нескольких очагов возгорания лесных массивах на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Жертвами пожара, по предварительным данным МВД, на сегодняшний день стали 6 человек, еще 9 госпитализированы. 30 местных жителей пришлось эвакуировать. Одно из наиболее пострадавших сел, Смоленинова, посетил президент Владимир Зеленский. Глава государства пообещал выделить из бюджета 50 миллионов гривен на помощь пострадавшим. Один из самых ожидаемых поединков в легком весе между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом IBF Теофима Лопесом запланирован на 3 октября этого года. Об этом сообщает ESPN. Глава компании Топранк Бопаром, представляющий интересы обоих чемпионов, предполагает, что на бою смогут присутствовать около 2000 зрителей. Обзор зарубежных новостей подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Молодежь села Лепсе с Арканского района получила доступ к занятию спортом на открытом воздухе. Теперь сельчане смогут играть в футбол и баскетбол на качественных площадках на новом стадионе Берля. Открыть спортплощадку изъявили желания сами жители села. На ее строительство потрачено почти 7 миллионов тенге, причем большую часть собрали сами жители. Об этом спортивном сооружении дети мечтали давно. Теперь спортивный объект послужит для молодежи местом для проведения активного отдыха и досуга. Учитывая, что в поселке много спортсменов, подающих большие надежды, ее основной задачей будет развитие массового спорта. Этот стадион оценил лично Аким района. Он отметил его качество, и он выступил с идеей открыть подобные площадки повсеместно на базе школ села. Со стороны государства будет оказана помощь. У нас есть два учебных заведения, где мы сможем воплотить эту идею. Этот стадион, что у меня за спиной, станет центральным. К слову, мы передали данную спортплощадку на баланс сельского Акимата, который будет заботиться о состоянии объекта. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова